Здравствуйте, друзья! Мы ведем репортаж из нашей студии в городе Саннивелл. А на ваших экранах вот это очаровательное дитя. Зовут Валерия, она же Лера. И Лера нам расскажет о своей жизни немножко. Ну, Лера, давайте вот что. Давайте с самого начала. Откуда вы родом? Где учились? Как в Америку попали? Вот так, издалека. Я училась в медицинском университете в Москве. Сейчас он называется первым ГМУ Министиченова. Раньше был первый ММИ, медицинский институт. Потом стал медицинской академией. Ну, как это принято название менять. Вот. И с приходом нового ректора стал медицинским университетом. Вот. Проще он называется первым ММИ. Я закончила лечебный скульптинг в этом году. То есть вы, можно сказать, терапевт такой, да? Или я неправильно сказал? Так. Я не проходила орбинатуру, не проходила никаких постдипломных образовательных программ. Я получилось так, что я сразу поступила на PHD. Вот. И поэтому у меня не было необходимости. PHD в Америке? Да. PHD здесь вот. А если бы вы никуда не уезжали, то вы что бы сейчас должны были делать? В поликлинике работать? Или какая у вас судьба была бы дома? Я бы, скорее всего, продолжила бы работать в лаборатории клеточных технологий института имени Бакулева, где я работала в течение последнего своего года в Москве. Невероятнее всего, я бы обучалась в какой-нибудь орбинатуре, потому что я, в принципе, закончила институт красным дипломом, так что я могла поступить и на бюджет легко. Вот. И в процессе прохождения орбинатуры я бы все равно продолжала готовиться к поступлению, потому что это было мое твердое намерение стать исследователем. Ну вот финансируется медицинское исследование нормально? Вот вы работали в этом, в институте Бакулева. То есть там есть деньги у них или там на энтузиазме люди? Знаете, Михаил, это такой вопрос. Тут нужно совместить, как проектия между струей и харитой. Я бы хотела ответить честно, но есть люди, которые мне помогли в процессе вступления в плане рекомендаций. Я бы не хотела говорить, что они работают на чистом энтузиазме. Я понял. Хорошо. Мне кажется, что люди, которые в России занимаются наукой, они сами все хорошо. Понял. Лерочка, вы смотрите наш канал? Вы нас знаете? Я начала смотреть ваш канал при очень интересных обстоятельствах. Собственно говоря, синхронно с тем моментом, как я приняла решение уезжать и поступать все-таки так, чтобы защитить дистанцию и стать исследователем. Отлично. Теперь, у нас аудитория достаточно мужская здесь. Я бы сказал, что процентов 75 наших зрителей – это мужская аудитория. Статистика, которую YouTube показывает. И я сейчас за них переживаю. Я думаю, они смотрят на вас, и у них вопрос – свободно? Или сердечко ваше уже принадлежит кому-то? В плане каких-то отношений? Ну вот, да. Вот люди спрашивают, познакомиться хотят. Знаете, как познакомиться с девушкой? Могу сказать, что сердечко занятое университетом, потому что сейчас я работаю так, скажем так, достаточно плотно. Окей. То есть отбой. Отбой всем. Да, я бы сказала, что в этом плане, наверное, пока что отбой. Потому что неизвестно, где я в итоге получу работу. Как правило, в исследовательской среде принят, насколько я знаю, что работу получает человек не в том университете, где он защитился. Очень часто бывает, да. Я не знаю, где я в итоге окажусь. И мне кажется, что строить какие-то планы, отношения... Хорошо. Переходим на рациональную сторону. Молодец. Теперь, значит, вот вы жили себе в Москве, никого не трогали. Вы в Исуте Бакулева, значит, там клеточками занимались в каком-то аспекте. И вдруг вы оказываетесь вот здесь на программе PHD. То есть это же как-то произошло. Кто-то вас научил, кто-то объяснил, как это сделать. Ну как-то это должно было произойти? Механика какая? Никто не научил. Произошло очень интересно. Я начала уже рассказывать об этом. Прошлым летом я решила поехать на международную практику, для того, чтобы немножко поучиться и понять вообще, как я подхожу для работы исследователя в лаборатории, потому что это ведь немного другая среда. С пациентами общение и работа исследователя – это разные вещи. С этой целью я сдала экзамены по английскому языку, и меня включили в одну из таких программ обмена, которая занимается обменом медицинских студентов в странах Европы. Мне предложили место во Врославе, в лаборатории. Я приняла это предложение и поехала в Польшу. И в процессе подготовки я читала много информации, разных материалов в интернете о том, как вообще лучше, какие советы людям Богу предложить в плане практики. И я прочитала некоторую информацию, перейти в программу в Америке и Канаде. В общем-то, я и раньше об этом знала. У меня просто есть много исследователей, которых я знаю по публикациям из России, которые вот так тоже уехали. Так что, наверное, механика процесса – это опыт предыдущих. Понял. А родители вас вот в этом интересе поддерживали? Или они говорят, что ты, куда же ты едешь там вот? Ну, как-то вот так. Я понимаю, что внешность может быть обманчива, но я в этом плане очень независимый человек. И я как приняла решение, находясь в Польше, так в тот же самый день я начала доходиться к GRE. Это такой тест, который был в программе GRE General. В моем случае мне саджик не требовался. У меня по биохимии и прочим профильным предметам были хорошие открытия. И TOEFL – это такой общий факт, который необходимо сдавать, если человек хочет получить учебу или работу в Америке. То есть я не спрашивала. Я спрашивала своих профессоров, когда приехала за Петрадке. Они у меня все мнения было общим абсолютно, 100%. Все говорили, давай обе. То есть у профессоров нет такого, как бы, ну, что вот обидно. Готовишь молотняк, а он потом куда-то. К счастью, вот это одна из хороших сторон первого метода. Наши профессора не обладают такими качествами. Они не пытаются человеку, который движется вперед. Знаю, что вы часто управляете сразу в ваших видео. И они не пытаются воздухом возить. Я просто, когда был в Москве, там, лет 12 назад, встретился с парнем, он учился на год старше в школе у нас. А он физик, академик такой весь. У него школа, как бы, своя. И он вот от присловия Америка его трясет, потому что у него все его аспиранты разъезжаются. Когда люди защищаются, они не за рубежом защищались, они в Москве защищались, там, на физфаке МГУ. Но они разъезжаются, и он, понимаете, он создает что-то, а оно рассыпается. Поэтому он очень болезненно относился. Такие мнения бывают, но мне не встретились. Вот ни в центре Бакулева, ни на кафедрах, они пытались отговорить. Меня только предупреждали о возможных сложностях, но, в принципе, об этом я и сама знала. Ну, хорошо. А вот поехать на программу PHD. Это стоит каких-то денег? То есть я понимаю, что есть программы, где ничего не стоит. То есть как-то, может, через стипендию дают как-то. Вот как это финансово все? Это зависит от ваших результатов и от типа университета. Есть программы, которые выплачивают стипендию PHD-студентам. В том случае, если эти PHD-студенты, вот как я сейчас, не только посещают какие-то занятия, но еще и 20 часов в неделю работают на кампусе. В моем случае это имеется в виду работа в лаборатории. То есть в процессе учебы я еще и работаю в лабораториях. И я так понимаю, за счет этого мы получаем стипендию, потому что мы не можем нигде больше работать официально, да это и физически не получится, потому что мы целый день заняты. Никакая подработка, она не может быть. Жилищные условия у вас какие? Ботовые? Где вы жилищные? Жилищные условия, вот то, что сейчас видно, это апартаменты, то есть я сняла себе эти апартаменты еще будучи в России, но исходя из того, что я получу стипендию. По чем вещь? По чем? Цены на апартаменты в Санкт-Петербурге варьируют от 450 долларов в месяц до 800 долларов в месяц. Это за one bedroom? Да, это за one bedroom, без room maker, соответственно, если соседи, то делят ступни. Вот, но есть ограничения, не всегда мешают проживать с соседями. То есть одна с лендбордом договорена. Подождите, но вы же все-таки в университете много времени проводите, то есть вот эта квартира должна быть или прямо на кэмпусе, или где-то в пешем ходе, да, или как? Она есть, она и есть недалеко от самого, собственно, кампуса, хотя здесь как такового жилья будет. На территории кампуса нет, потому что очень много исследовательских медицинских зданий, невозможно между ними комплексы апартаментов устроить. Ну вот в округе, да. То есть машины вы пока не планируете? Нет, я просто не имела физически времени, потому что я 16 июня только сдала выпускной экзамен из своего университета, и 26 июня я была уже здесь. Мама, значит, июль, август, неполных три месяца. Да, я около трех месяцев. Ну хорошо, вы первый раз в Америке? Да, это первый раз в Америке. Ну, я понимаю, что вы мозгами там в учебе и в этих всех делах, но я вас про врослых ничего не спросил, на самом деле, меня все подмывало, но, может быть, скажете там два слова про врослых, про город. Про город, город красивый. Да, как бы такое историческое место, потрясающе. Да, думаю, у нас еще общежитие, в котором я жила, на таком парковой зоне. Хорошо. Теперь, вот приехали вы в Америку, мозгами вы, конечно, там, вот в учебе, все дела, но все-таки люди, какие-то, может быть, разница в отношениях между людьми, там, теми же там научными работниками, вообще на улице. Вот даже я извиняюсь за такую тему, но вот вы, молоденькая девочка симпатичная, вот идите по Москве и какое-то внимание, может быть, привлекаете. А вот то же самое в Америке. Вот в чем разница? В Москве внимание было, к сожалению, может быть, если кто знает, институт Папуле расположен в районе станции метро «Молодежная», то есть вот там на Арбатско-Покровской линии. Я достаточно поздно возвращалась, потому что я работала после учебы, вот, и внимание было, к сожалению, фактически каждый вечер в районе станции метро, а здесь, к счастью, такого нет. Правда, люди могут сказать, что вы красиво выглядите, причем не только мужчины, но и дамы, я слышала неоднократно. Комплимент, могу сказать, сделать. Да, комментарий, типа там «What a nice dress», но без какого-то харассмента. Понял. Но вот адаптация к среде, к другой. Другая страна, другой язык, другая культура, другое все. Или, может быть, не все, я не знаю, вот эта часть. Болезненно проходит, легко проходит. Вы знаете, это зависит от человека, от отношений. Если человек полностью в своей деятельности, то он особенно даже не замечает каких-то других вещей. А если нет, если, скажем так, не очень, человек не определился еще, что делать, то тогда, наверное, это сильнее влияет. Но, конечно, важен язык. То есть, вот, все зависит от этого. Если человек не понимает, конечно, он чувствует себя не... А вы где английский изучали? Как получилось, что вы так, в общем-то, в состоянии все это? На языке делать. Да, английский язык изначально еще в гимназии. С первого класса у нас был английский язык. То есть, как бы английская спецшкола? Нет, это была просто гимназия, но я заканчивала медицинский гемикобиологический класс. Но языки там были очень сильные, там был хороший преподаватель, он хорошо с нами занимался. Плюс потом еще я в университете продолжала занятия с преподавателем. Но самое главное, это то, что вот я когда в течение последнего года, понимаете, когда вот я четко приняла решение, я хочу этого добиться. Сразу появилась мотивация, я купила учебники для подготовки к экзаменам, я ни на какие курсы не ходила. Я сходила один раз на одно пробное занятие, и я просто поняла, что у меня выход, когда я сама занимаюсь, получается выше, чем на курсах. Ну, потому что там приходится адаптироваться к скорости. Я сам такой, я когда сам учу, я в 10 раз быстрее любой курс. Я вас хорошо понимаю, да. Это такие пособия замечательные, что все можно проверить, все можно проверить, тесты пробные пройти. То есть я считаю, что главную роль сыграла эта школа в первые годы, когда еще ребенок, память такая, еще была ничем не загружена. Вы занимались музыкой когда-то? Нет, я музыкой никогда не занималась, моя мама занималась. Просто вы, у вас звучание очень хорошее, то есть у вас не звучать, вот когда вы сказали, там фразу по-английски, да, комплимент вам делали, значит, у вас не звучание человека, который три месяца в стране. То есть вы где-то слышали и хорошо подхватываете на слух. Это хуже. Если вам никто специально не ставил произношение, то просто у вас как бы такой естественный талант к этому делу. Лично мне произношение в классе не ставили. Нам преподаватели все-таки настолько индивидуально не подходили, чтобы ставить каждому произношение. У кого-то было больше, у кого-то было меньше. Может быть роль сыграло то, что я в детстве поездила по Европе. Расскажите об этом. А что такое в детстве поездить по Европе? Это как? Ну, я ездила в европейские страны на экскурсии. Там мы немножко по-английски говорили. Может быть, я просто пытаюсь найти какие-то... В детстве это что, там, 10 лет, 16? Нет, в школьном возрасте, между 12 и 16. Когда я в институт вступила, времени уже не было. Ну, хорошо. Итак, вы учились в какой-то гимназии, условно называемой, приблотненной, с какой-то специализацией. Да, только это было не в Москве. Я училась в другом городе, в гимназии. Я училась в городе Тула. Тула? Да. Окей. То есть по тульским понятиям это вообще какое-то элитарное учебное заведение. Есть гораздо более элитарное учебное заведение. Это там Лицей, Пушкинский лицей. Эта гимназия просто, она имела связь с первым медицинским университетом. К нам приезжали профессора, нас экзаменовали несколько раз в семействе. То есть мы как бы, нас готовили на такой серьезный уровень. Предполагалось, что мы должны поступить после окончания школы. То есть вы родом из Тула? Нет, я родом из Москвы. А как же вы там оказались? Ну, потому что так мой отец захотел. Ему, скажем так, не очень захотелось жить вместе с твоей семьей. Поэтому вот моя мама вместе со мной вернулась в Туле. То есть мама из Тула? Да, мама из Тула. Я понял. То есть вы несколько лет пожили в Туле? Я пожила в Туле до семнадцати лет, вплоть до поступления. Хорошо. Я просто пытаюсь понять, откуда такие девочки берутся-то. Вот вы такая как бы... Я думаю, это Тула, это не Москва. То есть вы как-то такая скромная, такая совсем... Я родилась в Москве, а потом сразу... Понял. А вы по гороскопу кто? Насколько я знаю, Водолей. То есть вы не уверены? По-моему, мой день рождения приходится на этот. Да, Водолей. Вот по второму гороскопу, где животные, не знаю. А вот по этому, по-задиакальному, я Водолей. Ну что же, хорошо. Теперь, у вас есть какой-то план на дальше, что будет? Ну, вы поступили в аспиратуру, это понятно. Сколько лет там надо учить? Там совмещенная мастер и PHD, трехлетняя? Это сразу PHD. Я уже, считается, что я, закончив полный курс медицинского университета, я приравниваюсь к... К мастеру. Да, к мастеру. Вернее, здесь не будет такой эвалиюации. Это программа, где она предполагает параллельную учебу, работу над дефектацией. Сколько вы будете на программе? Пять лет. Вау. Это минимальный. Ну, потому что работа очень такая, серьезная. Ничего себе. Слушайте, это вы уже из маленькой девочки превратитесь уже в такую вполне взрослую девочку. Там 20... Ничего себе. Пять лет. Ну, хорошо. А вас не пугает пять лет? Нифига себе, пять лет чем-то. Ну, как же это может пугать? Это же наука. Наука, да. Но все равно. Понимаете, что получается? Наука, да. С научной стороны, понятно, там всю жизнь можно заниматься. Но просто у вас в некотором смысле нестабильная, как бы визовая ситуация, не вполне понятно. То есть вы пока там на PhD, вы на студенческой визе, да? Да. Но вы же не можете всю жизнь быть на студенческой визе. То есть в какой-то момент как-то вы должны легализоваться, там грин-карту получить, я не знаю. А вот в пяти лет человек в случае успешного, успешной учебы, хорошего количества публикаций, хорошего среднего балла, он имеет высокие шансы получить работу. То есть тут как бы проблем нет. Тут проблема только в том, чтобы успешно закончить программу. Если человек хорошо работает. Ну, тут я, глядя на вас, не сомневаюсь. Вот у вас все в порядке будет. Ну, хорошо. Но все-таки, при том, что вы такая самостоятельная, вот все-таки есть же мама-папа, а они как относятся в целом? Или там мама, может быть, папа в меньшей степени? Никак я не уведомляла. Так. А мама очень меня поддерживает. Она врач в России, в бюджетной лечебной организации проработала всю жизнь, поэтому она понимает, что это такое. Она вас поддерживает. Братья-сестры есть? Нет, родные братья-сестры. То есть вы одна у мамы? Да, да. Ну, вы с ней как в скайпе все время или как-то? Не думаю, что все время. У нее семейная жизнь налажена. То есть ей чем-то часто в Туле она не встречает. Вот, материатически позвонила. А еще мама-то молодая, нибудь, совсем? Ну, нельзя сказать, что совсем. Ну, 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 не как вы, ну, там, постарше на 20 лет, понятно. Ну, что же, хорошо. Ладно. У вас есть какой-то, ну, вот, как сказать, месседж такой к нашей аудитории? Да, все-таки вы хотели что-то рассказать, правда? Вы же говорите, вот, давайте я расскажу там вот об этом. У вас есть что-то такое, ну, вот, чего вы раньше не понимали, а сейчас поняли? И вот это, ну, надо рассказать, надо, чтобы другие тоже знали. Есть. Давайте. В процессе вот этого опыта я убедилась в том, что мечта может быть, если она будет работать. Потому что когда я начала весь процесс вступления, мне представлялось, что между мной и реализацией задуманного дистанция огромного размера, что это сложно преодолимо, потому что в моей семье людей из научной среды нет, вот, и у меня в ближайшем окружении не было людей, которые могли бы со мной поделиться какими-то советами вот во всем процессе, потому что это же очень плодоемко, экзамены, рекомендации, плюс это все совмещать с учебой и работой тоже было очень трудно. Мне казалось, как бы, что, ну, мало очень шансов, а тем не менее, вот, в результате я могу сказать, что если усилия прикладывать, если действительно хотеть, то вполне можно добиться даже трудной ценности. Вообще интересно, вот, заинтересованность в науке, вот она как-то неожиданно на вас не зашла? Или вам всегда было интересно, там, не знаю, может, вы машинки ломали или там, если рыбку разрезали? Машинки не ломал. Мне стало интересно со старших классов школы, когда у нас началась серьезная биология и гимия. Мы начали сразу изучать по хорошим таким книгам биологическим, не адаптированным, а, что называется, настоящим у нас был учебник вузовский. Я так понимаю, что в процессе вот такого серьезного занятия у меня интересовалось. Вот этот клик произошел. А мне просто захотелось понять, как это все устроено, и я поняла, что мне более интересно будет работать с этим, чем с пациентом. А вот, например, как человек, который учится в первом меде, вы же, наверное, неизбежно должны были заниматься чем-то там, вот, ну, я не знаю, там, порезать что-нибудь, там, кровь спустить, там, я не знаю, там, внутрь залезть, там, со скальпелем. Вот, я знаю, люди, там, от крови, там, не знаю, сознание теряют. У вас не было вот какого-то такого? А у нас еще в школе был такой тест, нас всех сводили на санкцию переливания крови. И кто, кто как бы плохо себя почувствовал, всем сказали, что, может быть, вам стоит либо как-то изменить свое отношение к этому, либо, может быть, вам не нужно идти в медицинский класс. Когда я поступила, у меня уже таких проблем не было. Тем более, что сейчас, в силу, скажем так, сокращения всех источников поддержки, объем работы практической в медной университете, он крайне широк. Вот, то есть вы... Это дорого, то есть надо лаборатория, материалов. Это очень дорого, это, насколько я знаю, это очень развито здесь, вот, судя по моему общению со студентами. Но у нас это было не так, то есть вы имеете шанс попасть куда-то вот в практику, только если вы, ну, как-то себя проявите или если у вас есть то, что называется connection. Понял, по блату, связи. Аспиранты, которые вокруг вас там, откуда ребята вообще? У нас здесь очень, во-первых, большая программа, 72 человека всего, на всех шести курсах. То есть я назвала, я назвала срок 5 лет, это такой общий срок. В отдельных случаях люди заканчиваются 4 года, если у них очень много публикаций, могут и раньше назначить защиту. Либо 6 лет, если у них там какие-то вопросы возникли, то есть нужно поработать. Это не всегда свидетельствует о том, что человек плохо занимался, просто нет, эксперимент требует времени больше. То есть всего, вот на шести курсах всего, 72 человека на данный момент, 18 из них иностранцы. Со старшекурсниками тоже есть общение или только с теми, кто... Есть, у нас очень много связей, где встречаются люди со всех курсах. Вот эти, которые иностранцы, они откуда? Индия, Канада, Китай и Европа. Ну, Европа в каком смысле? Из Франции девушка есть. А так в основном вот эти первые три страны. То есть Индия, Канада и Китай. Япония, я слышала, что профессора есть из Японии, есть из России. И на нашей программе есть два профессора из России. Они визитинг-профессора или какие они профессоры? Или они там постоянно работают? Они постоянно работают. То есть они уже американцы, практически? Да. Это имеется в виду не визитинг-профессор. Те, кто уже имеет позицию в такой профессор. Ну, если вы, допустим, там столкнулись с кем-то, кто, допустим, профессор из России. Да. Он, и допустим, никого рядом нет. Вот только вы и профессор. Значит, профессор переходит на русский язык или все равно по-английски разговора нет? Могут спросить, как у вас желание есть, кто говорит по-русски. И вы припочтете на английский. Понятно. Ну, так вы не скучаете там за русским языком. Нет. Можно всегда, при наличии интернета, можно всегда и по-русски что-то прочитать. Можно и что-то смотреть. Понятно. А вот когда вы наш канал смотрите, ну, ладно, когда вы планировали, вам, может быть, интересно, что за страна такая. Но вот сейчас, например, вы уже тут три месяца, у вас какой-то другой интерес появился? То есть вы что-то другое пытаетесь узнать? Или вот что вами движет? Каковы наиболее интересные сюжеты? Что вам интересно, да? Во-первых, это истории разных людей, просто для того, чтобы понять, какие опыты. Да, да, это очень интересно, я согласен. Это первое. И второе, это вот о жизни, видео, пейзажные, или там, где вы гуляете, просто для того, чтобы... Вот он, редкий наш зритель, который любит. Да, я люблю. Ну, да, да, есть такой тип зрительный, такой зрительный вектор, вот обычно, когда глаза большие, видите, там девушка большими глазами, это как, скорее всего, зрительнее, вот как вы. Вот, они видят большую картинку, они видят, у них очень... Среди людей, которые искусством занимаются, очень много зрительных, так они вот, их восприятие мира такое интересное. Да, я понял, поэтому природу вы любите. Да. В Цинценате вы куда-нибудь на природу выбираетесь? Здесь парки есть рядом со мной, несколько парков, я пока что в них гуляю. А климатически там, как сейчас вот? Для меня этот климат очень хорош, потому что я люблю тепло, я люблю, когда климат теплый. Сейчас у нас градусов в среднем, наверное, 26. Семь, семь. Да, семь. То есть тепло. Тепло, очень. Сейчас еще фактически лето, лето здесь будет до конца октября, примерно, насколько вы сказали. По-разному бывает, но в этом году по прогнозу предполагается, что октябрь будет тоже теплым. А мне казалось, там зимой снег есть. Там есть снег? Есть, есть. В декабре, в январе, в северале. Будет снежок, будет снежок. То есть вам Москву не забудете, там слепите снежок куда-нибудь забросите. Да, и здесь снег должен лепиться, потому что здесь не бывает очень сильных морозов, минус 12. Народ вообще симпатичный. Ну, не те, что в университете, там это понятно. А вот, ну, вообще так, просто народ. В магазине, на улице. Очень симпатичные. И в магазинах, и на улице. Здороваются. И в автобусах с водителем, и в магазине с покупкой с водителем. Ну, нет такого ощущения, что улыбаются, но не искренне. Ну, это такое, мне кажется, очень субъективное какое-то ощущение. Потому что понятно, что человек не может 24 часа в сутки искренне улыбаться. Но если он хочет поприветствовать другого человека, то я поверю, что это данное конкретное приветствие, оно искренне. Вот именно в данный момент улыбнулось. А вот, когда они узнают, что вы из России, там, из Москвы, есть какой-то, ну, какой-то фильтр, вот, восприятие человека из России, из Москвы, который связан, там, с какими-то политическими событиями, там, военными, там, санкционными, там, я не знаю, такого плана. Что-то есть? Не сразу все догадываются, что я именно из Москвы. Вот за все время, проведенное мной здесь, могу перечислить, за кого меня приняли. Давайте. В аэропорту, первый раз, когда я там задала вопрос по поводу такси, меня приняли за студентку. Сразу поняли, что я иностранка, но почему-то подумали, что я из Франции. А это часто бывает. Наших часто путают с французами по звучанию. Ну, да, может быть, потому что я немножко эр, как-то так, ну, в общем, из Франции. Потом меня много раз нанимали за выходцы из стран Восточной Европы, но в основном либо Украина, либо Польша, либо что-то вот такое. Не всегда догадывались, что я именно из России. Ну, а в университете нет, какие тут могут быть разговоры о политике. Я не такой дискриминар. Ну, я просто почему спрашиваю, что многие люди считают, что вот попадешь на Запад, и тебя там гнобить начинают, или там плохо относиться. Я просто, я на самом деле знал ваш ответ примерно, но я так хотел, чтобы вы сказали, а то вот блогеры-то объясняют, что ничего такого нет, но... Мне кажется, здесь никто не будет тратить время на то, чтобы кого-то как-то унижать. Если человек не подходит, его просто не возьмут и не будут тратить на него время. А если он подходит, то зачем его унижать? Я имел в виду на бытовом уровне. На бытовом нет. Ни при съеме апартаментов, ни кто как-то... Хорошо, хорошо. Я знал, что вас не обижают, но просто я хотел, чтобы вы сказали для тех, кто сомневается, может быть. Какое-то самое большое открытие для себя, которое вы в Америке сделали, об Америке? Вот что-то такое, наверное, вы много знали, но вдруг что-то бах, и вот... И не ожидал. Было такое самое большое открытие, то, что ожидания сбыли. Я вот все думала, что приеду, и вдруг разочаруюсь, что что-то окажется не так, как это обычно бывает, что люди думали, представляли себе что-то, а потом приехали, и что-то получилось по-другому, и им кажется, что вроде как их обманули. Вот я с удивлением всех не обнаружила, что такого нет, что то, что я ожидала, то и было. Я, знаете, когда 12 лет назад надо было в Москву съездить, там, дней на 10. А я же там на форумах читаю, там люди пишут, всякие кошмары. Ну, и я как-то уже так настроился, что, ну, в общем, так, ожиданий особых у меня не было, хороших. Вот. И потом каждый раз, когда ничего плохого со мной не происходило, это было радостно. Потому что он думает, сейчас обхамят, раз не обхамили. Там, допустим, сейчас обрызгает. Смотришь, притормозил, понимаешь, не обрызгал, да. И, в общем, короче, у меня было масса позитивных впечатлений, потому что я не ожидал большого количества позитивных. То есть вы настроились на то, что, наверное, ожидания не все там. То есть вы как-то планку так немножко приспустили. Нет, наверное, не совсем так. Я просто как бы, когда что-то с чем-то новым сталкиваюсь, я всегда себя доходу заранее к тому, что что-то может быть не то, что хуже, чем я думала, а не так, как я думала. Или что-то может пойти как-то по другому пути. И вот здесь, когда я приехала, я поняла, что вот именно то, зачем я ехала, за важностью заниматься своим длинным делом. Это было главное, это было ключевым моментом. Что вот это осуществили. Ну, на самом деле, если так по жизни смотреть, всегда что-нибудь идет не так, как ожидал. Это скорее естественно, чем неестественно. Поэтому вы как-то оказались в редкой такой ситуации, когда чего ожидал, то и получилось, что само по себе довольно странно. Ну, радостно. Может быть, я просто хорошо изучила то, чего мне следует ожидать. Ну да, да, вы такой. Подождите, а вот вы такой человек, вы можете, например, не планировать так вот детально-детально, а так отдаться воле проведения? Вот так, думаешь, поеду, и там пусть меня кривая вывезет. Вот так можете? Наверное, могу. Но как-то больше мне нравится, когда эти факторы сочетаются. То есть, в принципе, вот то, что меня выбрали именно в университете в Сундунате, может быть, отчасти здесь два элемента сочетаются. А вы подавали в разные университеты, да? Я подавала в немного университетов, потому что я целенаправленно выбирала по своим темам. То есть, если я просматривала внимательно сайт университета, людей, которые там работают, и если я видела, что нет людей, которые занимаются именно сердцем и миокардом, то я просто туда не заявлялась, потому что, во-первых, это требует времени, заявка, ну а потом зачем заявляться, если нет, скажем так, тем, что я напишу в мотивационном письме? А как вот девушку молодую вдруг раз куда-то вот там в миокарду носит? То есть, вот откуда берется специфический научный интерес? Вот это или... Вот как это происходит? В процессе изучения предметов фундаментальных на первых курсах. То есть, ты учишь, 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 и вдруг ты чувствуешь, что тебя потянуло куда-то. Что-то интересно в большей степени, что-то в меньшей степени. Я понял. Вот то, что у вас было exposure, то, что мы называем, да? У вас было exposure. Чем больше ты имеешь этого exposure, тем больше у тебя возможностей с чем-то заинтересоваться. И вот так вас туда вытянуло. Да, то есть, это зависит от того, насколько человек углубленно и хорошо, так мотивированно учился на младших курсах и в старших классах школы. Если он за это время получил хороший такой биологический бэкграунд, то он, как бы, очень много путей есть разных. А там уже что ему более интересно? Кому-то более интересно. Вообще, вы знаете, я вот вижу людей многих профессий, потому что они к нам в школу приходят. Из самых разных профессий. Все, которые можно даже представить только. И я, как бы, со многими беседовал. И я хочу сказать, что биология, микробиология, вот та область, где вы работаете, да? У нас формация F2, у нас есть тоже, они как бы исследователи там бывают. Я хочу сказать, что столько лет жизни у людей уходит, то есть, чтобы, ну, более-менее там состояться. То есть, это нельзя за пять лет. Это не программирование там на JavaScript, понимаете? Где, или там, не знаю, на Python, не сможешь, он там пять лет поработал, сто пятьдесят тысяч. Это можно проработать пятнадцать лет и получать, там, я не знаю, шестьдесят. То есть, это очень, это какие-то совершенно фанатичные люди, вот, в своей профессии. Оно и есть. Так оно и есть. Для меня это правда. Я очень сильно была увлечена. Не знаю, кто здесь больше роль сыграла, но вот так, это факт. И люди вокруг вас тоже такие, они, как бы, такие преданные делам. Да, да, это есть. И преподаватели, и сотрудники лаборатории, ну, и, конечно же, заведующие. Это, на самом деле, я вот так сейчас думаю, и для молодых, как бы, молодых мозгов и душ, но и для тех, кто постарше, это, на самом деле, большое счастье оказаться в такой среде. Да. Понимаешь? Потому что ты можешь всю жизнь прожить, и не только не оказаться, а даже, когда тебе расскажут, скажут, что такого не бывает. Да. И вот это еще одна причина, почему я решила. уехать. Потому что здесь, в научной среде, это соответствует, действительно, все, что вы говорите. И такая посвященность профессии, увлечение искренне. Ну, хорошо, все-таки, вот я возвращаюсь. Я, понимаете, как, я дедушка. У меня внучки две. Ну, конечно, вы постарше, но приближаются к вам по возрасту, маленькие еще девочки тоже. И я вот на вас смотрю и думаю, ну, хорошо. Ну, вот, человек учится, он предан профессии. Это все очень здорово. То есть, слов нет вообще, как это классно. Но все-таки должно быть в жизни где-то место, вот, семье, детям, там, ну, такому. Вы знаете, у вас есть видео под названием «Нет ничего целее разбитого сердца». Да. Вот я запомнила это название, потому что оно мне просто очень в тему подошло. Я не хочу иметь. Дело в том, что мне даже вот эти вот разговоры, они как столь на рану, потому что я хорошо очень запомнила, что произошло с моей матерью в результате биосемейной ситуации. Я не буду рассказывать о том, что бывает с женщиной в провинциальном городе, когда она вот оказывается ребенком одна. А, это, наверное, как-то не хочется об этом говорить, когда вот в солнечном кинотеатре. Я понял. То есть, у вас через маму такой опыт, что вы, как бы, пока от себя это отбегаете. Да, я так полагаю, что если мне когда-то этого захочется, то это никогда не поздно будет делать. Я понял. То есть, пока это не актуальный план такой. Да, у каждого человека свой вклад, как бы, в развитие общества. Кто-то участвует в воспроизводстве, а кто-то в тех вещах, которые позволяют сделать это воспроизводство более, скажем так, продуктивным. Ну, да, да. Ну, с другой стороны, мама вроде нормально все, да? Как-то все-таки со временем. Это было более случайно. Это так получилось случайно. Я думаю, что это исключение, а не правило. Когда вот в такой ситуации удается настроить нормальную жизнь, это неправильно. Ну, хорошо, я тогда не буду. Я-то так, по привычке, как бы, девушек молоденьких, там, дразню. Ну, ладно, не будем эту тему трогать. Значит, ну, во всяком случае, я думал, что когда ребята на вас смотрят, и вот вы тоже любите истории всякие, да? Поэтому, когда на человека смотришь, и у него разные есть стороны жизни, ты смотришь, как вот этот человек проецируется на разные, так сказать, оси, на разные вектора, которые в жизни там имеют место быть. Хорошо. Что же, давайте я тогда не буду вас больше мучить, но только вы, вот что, вы не пропадайте, так? И вы в, под видео, в комментариях, вы там отпишитесь, чтобы ребята, которые хотят вопрос какой-то задать, чтобы они вам могли задать там, или, может быть, в речку там написать, потому что часто начинается, как найти, как найти. Блогером вы пока не хотите быть? Пока что нет. И, насколько я знаю, среди моих коллег, я не знаю никого, кто был прям таким активным блогером. Ну, я не помню, чтобы кто-то так серьезно наукой занимался и блог бы вел, я Васильевич таких не знаю, то есть, видимо, это немножко в стороне от их интересов. Вы застали, или, наверное, вы не застали, молоденький очень, была передача «Очевидная и невероятная». Картал, безусловно. И там Капица вел академик. Да, я помню, я помню. В общем, короче, был Капица, он был зап-капитрой на Вестехе, а вот его папа Капица, тот был большой Капица, он еще с Резерфордом там вместе работал, там такой был. И Капица, который, значит, вел передачу, он потом рассказывал, что люди академические, они с брезгливостью на это смотрели, они считали, что это недостойно серьезного ученого какую-то популярную передачу вести для простых людей. Это как бы вот… Я так считаю, наоборот, популяризация, она очень важна. Но просто пока что у меня, во-первых, нет, скажем так, такого большого объема информации, которую можно было бы донести до широкой аудитории. То, что интересно, каким-то узким группам, тем, кто поступает, там, допустим, на телеги, или кто занимается наукой. Но для этого есть соответствующие ресурсы. Сейчас ведь очень много в интернете всяких рекомендаций, и как это сделать. Я понял. Вы не нашли ту линию, в которой вы бы чувствовали себя, как бы, делающей что-то полезное, поскольку… Да, пока что. Пока что, поскольку есть какие-то другие ресурсы, вроде нет смысла, там еще один такой же создал. Какого-то нет, пока. Ну, хорошо. Но вы вообще… А вы улыбаетесь? Да, я улыбаюсь. То есть вы можете. Окей, хорошо. Такая вроде серьезная, а в то же время и улыбается тоже. Ну что же, хорошо. Значит, Лерочка, давайте мы тогда с вами попрощаемся. Вы у нас не пропадаете, ладно? Потому что я думаю, вы будете у нас популярным гостем. Такая хорошая девочка. Я, не знаю, я, может, тоже с возрастом так с людей пускаю на молодняк. Но мне кажется, вы хороший такой молодняк. Вы такой молодняк, которому не страшно в руки передать эстафету. Вот такой ответственный, целеустремленный. На диване не лежит, потолок не плюет. Правда? Это неинтересно. Ну вот правда. Но вот есть люди, которые как-то не могут оторваться от этого. Поэтому, думаю, страшно, если к ним в руки попадет что-то. Да. Ну хорошо. Давайте мы тогда вот так ручкой всем помашем. И скажем... Почти за внимание. Вот, отлично. Почти за них. Вот, buenע appetец. Ну ладно. Спасибо.